Ваша честь, истец, пример человека, который сделал себя сам. До 18 лет Михаил Лужин жил в небольшом городе, где в те смутные годы его сверстники спивались или становились наркоманами. Но Михаил вырвался, приехал в столицу и начал работать на стройке. Вкалывал за троих, спал в подсобках, голодал, чтобы сэкономить на обучении. Стал прорабом, потом руководителем строительной площадки и, наконец, директором строительной компании. Ближе к делу. Да-да. По приезде в столицу рядом с Михаилом Лужиным была женщина, которая впоследствии стала его женой. Женщина, которая не работала и дня, прошу это заметить. Была ли она поддержкой и опорой ему? Нет. Она, что называется, сидела на его шее и тратила заработанные им потом и кровью деньги. Это ложь. Вера, не переживайте. Но год назад в семейном бизнесе Лужиных случился финансовый кризис, и Михаил был вынужден занять крупную сумму денег в размере двухста тысяч долларов. В соответствии с законом, эта сумма должна быть при разводе, поделена между супругами порогу. И так как Вера Лужина не располагает собственными финансами, то эта сумма будет вычтена из ее половины имущества, единственного дома семьи Лужиных. Стоимость дома будет поделена пополам, и ответчик должна будет выплатить из своей половины половину семейного долга, а именно сто тысяч долларов. Мне тогда ничего не останется, где я буду жить после развода. Не переживайте, все хорошо. У вас все? Да, Ваша честь. Слово адвокату ответчика. Ваша честь, как легко очернить человека, просто умолча в правду. Вера Лужина в 18 лет вышла замуж, родила сына, через 4 года дочь. И все это время Вера училась, получала экономическое образование. Знаете зачем? Затем, чтобы после открытия ее мужем, его первой маленькой строительной фирмы, стать для него бесплатным бухгалтером. С каждым годом эта фирма росла и развивалась, превратившись в большую и серьезную компанию. Привет! Кстати, Михаил, а почему вы не торопились официально трудоустроить свою жену? Боялись, что она как талантливый экономист получит финансовую независимость? Я протестую. Это демагогия, не имеющая отношения к сложившейся ситуации. Ближе к делу, пожалуйста. Ну хорошо, что касается дела. Я намерена провести проверку, предоставленную суду расписки. И я уверена, мне не составит труда доказать ее эффективность. Разрешите вопрос к истцу, Ваша честь? Разрешаю. Михаил, три года назад Вера вложила достаточно крупную сумму наследства своих родителей в строительство вашего общего трехэтажного коттеджа. Вы можете это как-то прокомментировать? Да какое наследство? Какое? Я этот коттедж за свои деньги построил. За свои. Не было никакого наследа. То есть, истец, вы подтверждаете, что данная собственность существует, и что вы построили ее втайне от жены, и что дом, который вы собираетесь делить с Верой пополам, не единственная ваша недвижимость. Впрочем, это не важно. Вот документы, свидетельствующие о сокрытии Михаилом доходов от налоговой службы, на которые был построен вышеупомянутый коттедж. Не понял, откуда у нее эти бумаги? Ты же сказал, что все чисто. Я полагаю, это в корне меняет ситуацию по разделу имущества. Не правда ли? Я уверена, что налоговая полиция, которая теперь займется делом Михаила Лужина, найдет еще очень много других его активов. Но дело даже не в цифрах. Дело в пренебрежении к женщине, матери двоих детей. Унизить, растоптать, оставить ни с чем бывшую жену. Стало трендом, приметой нашего времени. И это варварское отношение, пора остановить. У меня все, Ваша честь. Дело отправляется на пересмотр. Я занят. Я тебя надолго не задержу. Если ты по поводу Павлюка, то зря теряешь время. Это мое дело, и я буду решать, насколько преступник виноват. Виталька, ему 14 лет. Он вор. Он спер сковородку в подарок для матери. Да, это тупо, но это в первый раз. И это никак не тянет на уголовку. Стоимость сковородки превышает сумму, с которой начинается уголовная ответственность. И что, из-за этой формальности ты готов пацану изуродовать жизнь? Ты же знаешь, что бывает после отсидки по малолетке. Послушай, Андрюша, это мое дело. И я доведу его до конца. И буду действовать согласно букве закона. Слушай, не надо мне только парить вот эту вот хрень. Ты будешь действовать согласно галочке в отчете, а не букве закона. Левченко, тебя же отстранили. Отстранили. Чего ты лезешь? Я отстранен временно. А вот это странно. Что странно? Тебя вообще должны были торнуть из органов. А-а-а. Давай честно. Взятку дал, да? Жалко, что разговор не получился. Я не дам тебе сломать пацану жизнь, даже если меня выгонят из органов. Понял? Ах ты, подлец. Алло, следователь Виталий Гришкова. Ксения Геннадьевна, вам еще раз большое спасибо за объективность. И до встречи в суде. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Ксения Геннадьевна, можно мне отойти на 10 минут? Да, конечно. Спасибо большое. Хорошо? И не переживайте вы так. Все будет в порядке. Я вам гарантирую. Анна Николаевна. Да? Позвольте вас поздравить. Это было потрясающе. Спасибо. Простите, я не представилась. Меня зовут Марина, я новый секретарь суда. Очень приятно. Очень приятно. Вы знаете, я раньше очень много слышала о том, что вы большой профессионал, но сейчас увидела это все собственными глазами. Это филигранно, это мастерски. Если я когда-нибудь чем-то смогу вам быть полезной, я буду просто счастлива. Я, кстати, по части добывания информации профи, и у меня есть прекрасные связи в органах. Так что, если я нужна буду в любое время, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Спасибо. Буду иметь в виду. Спасибо большое. Спасибо. Я тебя уничтожу. А ты... Не бойтесь, Вера, ничего он вам не сделает. Извините. Ты когда-нибудь успокоишься? Или ты всю жизнь будешь меня преследовать? Господи, Гордеев, какое раздутое самолюбие. Пока. Я предлагаю отметить вашу победу чашечкой кофе. Извините, обещала дочке вместе пообедать. Приятно было познакомиться, Анна Николаевна. Спасибо вам большое. Вера, я вам позвоню. Ты понимаешь, что ты держишься здесь на честном слове? Я там из штанов выпрыгивал, чтобы доказать им, что ты не садист и не бил свою собственную жену. Спасибо. Какого черта ты полез с кулаками на Гришко? Теперь этот писака состряпает рапорт о телесном повреждении и моральном ущербе. Иван Петрович, я его не бил. Просто попросил не портить пацану жизнь. Я тебя прошу, не подходи к нему. Не подходи. На пушечный выстрел держись от него. Я понял. Раз понял, иди работай. Тебя много других дел. И помню, что тебя восстановили до первого прокола. Насчет пацана не переживай. Я разберусь. Спасибо, Иван Петрович. А что мы маме закажем? Ничего, придет, сама закажет. Ну, а ты? Слушай, а закажи что-нибудь на свой вкус. Ты же лучше знаешь кухню. Окей. Так, Влад, смотри. Вот это. Это и еще у нас есть теплый лаваш? Да, есть. Неси. И стой. Стой, стой, стой. И растительное масло. Оливковое? Да какое оливковое? Подсолнечное, душистое, домашнее. Я спрошу. А ты не спрашивай. Найди. Извини. Сейчас все будет. Здравствуйте. Добрый день. Меня ждут. Проходите. Ой, привет, мам. Опаздываешь. Добрый день. Добрый день. Мам. Познакомься. Это Рома. Рома, это мама. Очень приятно. Очень приятно. Кстати, адвокат. Надеюсь, ты не женат, иначе она может тебя развести. Обожаю. Ваша дочь. Хорошая шутка. Загажите что-нибудь. Да нет, спасибо. Я не голодна. Тогда может быть лаваш. Влад, ставь. Теплый, ароматный. Посмотрите, какой. Пальчики оближешь. Вы знаете, я когда студентом был, любил заказать в столовке тарелку супа, а на столах стоял лаваш. И вот ты берешь тарелку, отломываешь кусочек. Восхитительный аромат. Макаешь его в маслице. Посыпаешь солькой. И отправляешь его прямо в рот. Невероятно просто. Восхитительно. Вы так не делали? Я? Нет. Желаю. Вы попробуйте. Спасибо. Мне голодна. Расскажите-ка мне лучше роман, как вы познакомились с моей дочерью. О! В общем, это была судьба. Я ехал на своем Бентли. Женька шла по дороге. И вы знаете, это как эпическая встреча, как у Петрарки с Лаурой, да? Меня словно молния ударила, и небеса разверзлись. И голос выше мне сказал, вот она, девушка твоей мечты. Давай беги за ней, идиот! И знаете, в отличие от Петрарки, я не стал страдать всю свою жизнь. А я побежал за ней. Да. И взял судьбу в свои руки. И нет пуска. Кстати, можно я вас буду мамой называть? Рома. Ну почему? С чего вдруг? Ну как же, на правах будущего зятя. Я же в выполнении имею право называться вашим сыном. Или нет? Нет. Не можете. Жаль? О, простите. Клиент, надо торопиться. Да? Странно, я даже звонок не слышал. Телефон был на вебрежиме. Мам, ну ты только пришла. Детка, тебя ждут дома. Не опаздывай. Рома, ты сказал, на правах будущего зятя? Да. Именно. Но похоже, я твоей маме совсем не понравился. Ну и что? Ну главное же, что ты нравишься мне. Рома, я люблю тебя. Сейка, бей! Бабка! Привет, сына! Ух ты! Тебе разрешили меня забрать? Я буду у тебя ночевать? Да нет, Сень, я просто рядом проходил, вот и решил тебя навестить. Зато в выходные вместе идем на футбол. Как на это смотришь? Круто. Круто! Двойка! Бам! Садись, Супак, садись. А, и этот здесь приперся. Арсений! Слушай, только давай не задерживаться. Через час полуфинала нам еще за пивом заезжать. Зайка, я быстро. Пап, а ты меня не можешь сейчас забрать? Не могу, сын. До выходных осталось совсем немножко, потерпи. Ну что, никто тебя не обижает в школе? Нет. А ты никого не обижаешь? Молодец. Арсений, иди в машину. Иди в машину, пожалуйста. Я невнятно сказала, иди в машину, быстро. А что касается тебя, ты, кажется, забыл, что-то я решаю, когда. Где и на сколько ты можешь видеться с моим сыном. Или тебе абсолютно начихать на решение суда. Ты же понимаешь, один мой звонок, и у тебя могут быть большие проблемы. Вероника, ну зачем ты сейчас так? Я просто проходил мимо. Слушай, не рассказывай, ты полицейский, лучше меня знаешь законы. Ты должен был заранее уведомить меня об этом посещении. Ты же понимаешь, что я действительно могу просто позвонить. А могу и не звонить. И вообще от тебя отстать. Если ты сейчас, с этой минуты, добровольно исчезнешь из нашей жизни. Ну чего ты ухмыляешься, молчишь, а? Ты что, не понимаешь, что моему сыну только хуже от твоих воскресных встреч? Это и мой сын тоже. Кстати, об этом. Я скоро официально стану Сашиной женой. И он станет отцом для Синий. Прекрасным отцом. Он о нем заботится. Подарки ему покупает. А что ты молчишь? Ну хочешь, мы тебе денег предложим. Ты продашь свою дурацкую комнату в коммуналке и купишь что-то нормальное. Ты согласен? Это удивительно. Что тебе удивительно? Я прожил с тобой целых пятнадцать лет. Пятнадцать лет. Но так до конца я не понял, кто ты. Господи, давай вот это без этого. Не начинай. Я с тобой не жила. Я с тобой выживала на нищенскую зарплату. Так что, ты согласен? Я приеду в воскресенье и заберу сына в двенадцать часов. Иду. Ненавижу тебя. Зайка, не нервничай. Привет, любимый. Смотри, 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 смотри. А, а, как она тебе, а? Да. Сколько? Нет. Платье не может столько стоить. Ты очень много тратишь на шмотки, правда? Ты что, хочешь, чтобы я одевалась в секонд-хэнди, да? И выглядела просто как нищеная. Не начинай, так тошно. Ну если тебе кто-то испортил настроение, не нужно на меня вливать весь свой негатив. Ну, что опять случилось? Ты снова проиграл? Она опять тебя сделала, да? Ну, что значит сделала? Вот ты можешь какое-то другое слово придумать? Ну, хорошо, обошла, обыграла, оказалась просто умней. Чух-чух-чух. Она сделала меня идиотом. Вот она специально так делает, понимаешь? Чтобы повольнее было. Может быть, она хочет тебя вернуть? Да нет, что ты. Ну. Так не возвращает. Угу. Нет. Она никогда не простит меня измены. Никогда. Потому что она сильно изменилась. После нашего развода. Стала резкой, независимой. Ты похорошела, да? Ну, и похорошела. Но при чем здесь эта, Инна? Да при том. Видела бы ты себя со стороны. Что? Она никогда мне не простит наши измены. А если бы простила, то что? Ты бы вернулся к ней, да? Вернулся? Что ты такое говоришь? Я всегда знала, что там будет между нами. Я смотрю, тебя даже льстит, что она преследует тебя. Признайся, льстит? Не неси чушь. Вот тогда иди. Иди, проси у нее прощения. Может быть, она простит тебя, старого дурака. Что ж, тебе не хватает в этой жизни, а? Нам надо с тобой как-то договариваться, друг мой. Нам с тобой еще долго вместе жить. Да. Мама. Сейчас ты наконец-то заменишь этот кран и вызовешь сантехника? Женечка, погоди. Дочка, давай поговорим, а? Присядь, пожалуйста. Присядь, мой хороший. Как дела? Нормально. Хорошо. А расскажи мне немножко про Романа. Чем он занимается? Он бизнесмен. О, бизнесмен. А что за бизнес? Мама, какая разница? Знаешь, мне сегодня в ресторане было очень неприятно. Ты могла бы быть с ним полюбезнее. Подожди, погоди. Посиди. Да чё, он в два раза старше тебя. Ну, папа тоже старше тебя на целых пятнадцать лет. И что? Угу. И чем это закончилось? И чем это закончилось? Разводом. Угу. Мам, ну, может, ты просто не любила папу? А я Рому люблю. И я еще в ресторане почувствовала, что ты захочешь меня отговаривать. Но не утруждайся. Это бесполезно. Доброй ночи. Женя, это... Ну, и к чему это все? М? Что такая мелкая месть за обиду двадцатилетней давности? Тестань. Зачем ты, Женя, не морочи голову? Она же ребенок совсем. Только не говори, что любишь ее. Не любишь, это очевидно. Ну, ты че ревнуешь? Чего? Ты ревнуешь? Господи, Тищенко. Это мой ребенок. И я за нее переживаю. А она тебе верит. Да, конечно, верит. А еще она ручная и послушная. Как обезьянка. Я тебе сейчас докажу. Секунду. Алло. Женечка, любовь моя. Рома. Можешь у мамы отпроситься? Да, могу. Потусим на сегодня, да. Хорошо, Ром. Ждем. Четыре секунды ровно. Алло. Мам, я переночую сегодня у Аси, ладно? Мы хотим контрольной подготовиться. Вечером поговорим. Ну, и чего ты добиваешься? Что задумал? Алло, Марина? Добрый день. Анна Сотникова. А, вы меня узнали? А ваше предложение попить кофе еще в силе? Ась, 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 извините. Короче, мне срочно надо алиби. В смысле, какое алиби? Ну, короче, Рома предложил мне остаться сегодня ночью у него. Ну, понятное дело, мама меня не отпустила, поэтому я сказала ей, что я ночую у тебя, типа мы готовимся к контрольной, ты меня прикроешь. В смысле, а если она мне позвонит, скажет тебе, отдает трубку? Что мне говорить? Блин, не знаю, скажи, что я на нее так сильно обидела, что она меня контролирует, что пускай звонит мне лично, окей? Окей. Смотри, что Дэн вычудил. Мастер фотошопа, блин. Мне, по-моему, кайфово. О, прикольно получилось. Ты идет? Если это Рома увидит, знаешь, что у тебя будет вообще? Какой еще Рома? Какой Рома? Жених ее? Короче, я тебя последний раз предупреждаю, хватит за мной таскаться, понял? Дем. Понял. Я, вообще-то, скоро замуж выхожу. Это еще посмотрим. Анна Николаевна, на вас прям лица нет. Марин, давай на ты, просто Аню, хорошо? Хорошо. Ты говорила, что можешь добыть любую информацию? Да. У меня тоже есть кое-какие связи, но, может быть, ты сделаешь это быстрее. Хорошо. Что нужно сделать? Нужна информация по поводу Романа Игоря Игоря Тищенко, бизнесмен, сорок лет. Главный вопрос, насколько он может быть опасен. Что он сделал? Марина, Роман, моя первая любовь. Учились вместе в университете. Собирались пожениться. Потом к нам пришел новый преподаватель по праву, Олег Гордеев. И я влюбилась. Гордеев? Это адвокат, которого ты вчера? Тот самый. Тебе что, еще не доложили, что это мой бывший муж? Слушай, я теперь понимаю, что значит фраза, которую он вчера сказал, что ты его преследуешь. А ты реально это делаешь? Просто пересеклись на одном из разводов. Я тогда выиграла дело. Жены, когда узнавали, что у их мужа адвокатом будет Гордеев, просили меня о помощи. Я не отказывалась, это даже весело. Да это круто! В общем, Роман. Так. Я когда с ним рассталась, он очень тяжело переживал это все. И кричал, что я его предала. В общем, он всегда, знаешь, такой был на нерве, отчаянный, дерзкий. В юности мне это все нравилось. А сейчас, сейчас меня это пугает. И главное, что он даже не скрывает, что специально на зло мне встречается с моей дочерью Женей. Я хочу знать, что у него в голове. Вот. Хорошо, я узнаю все, что нужно. Эти мужики никогда не поймут, что у него в голове. Спасибо за помощь, Марин. Да пока не за что. Так, а ты куда собралась? К Асе, я тебе звонила, ты забыла? Я знаю, что ты идешь к Роману. К Асе, можешь сама ей позвонить. Женя, не ври мне. Ты же не знаешь этого Романа, он просто тебя использует. Мам, то, что он тебе не понравился, я уже поняла. Но это мой выбор и моя жизнь, окей? Господи, ты же ничего не знаешь. Роман Тищенко, мой бывший однокурс. И что? Стоп. Возьмем, что-то было? Да. Мы с Романом собирались пожениться. Назначили день свадьбы. Пригласили гостей. Но тут появился твой папа. Я так сильно его полюбила, что бросила Романа. Это серьезно ударило по его самолюбию. Он очень, очень самолюбив, ты должна это знать. А теперь, мне кажется, он мстит. А еще, он очень любил выпить и погулять. Доченька, мне кажется, что ваша встреча не была случайностью. А если и была, то получила продолжение не потому, что он тебя полюбил. Не трогай меня! Женя! Женя! Я сказала, не трогай меня! Подожди, стой! Женя! 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 Значит так. Я все решила. Прошлое Ромы не имеет для меня никакого значения. А то, что в этом прошлом была ты, мама, это нелепо случалось. Поэтому пускай она останется в прошлом. Женя! Рома меня любит! Мама, я не дура, я это чувствую. А ты? Ты просто ревнуешь. Женя. Поэтому я сейчас собираю вещи. Собираюсь в Кроме. Ты меня не останавливай, понятно? Женя! Женя! Открой дверь! Мама, открой дверь! Это не смешно, ты меня слышишь? Я открою дверь, после того, как ты хорошенечко подумаешь над тем, что я тебе сказала. Я тебя ненавижу, слышишь? Мама, открой дверь! Мама, открой дверь! Да, Марин. Привет. У меня новость от Романи Тищенко. Отлично. Рассказывай. Думаю, лучше не по телефону. Мало ли что. Говори, куда подъехать. Я в твоем районе. Давай встретимся в кофейне на Пушкинской. Договорились. Только дай мне 10 минут. Мне надо с Женей переговорить. Хорошо. Я подожду. Давай. Пока. Женя, ты как? Жень, ну прости меня, пожалуйста. У меня просто не было другого выхода. Ты потом сама все поймешь. Позже. Женя, давай поговорим нормально. Жень. Женя. Отзовешь документы по делу Лужина. Скажешь, что они фиктивные. Ты меня поняла? Поняла, дура. Поняла, поняла. Ну-ка, быстро отпусти ее. Молодой человек, помягите, пожалуйста. Отпусти. Я вызываю полицию. Базь, закрой. Ань, ты в порядке? Да, все в порядке. Чего он хотел? Денег? Нет. Пытался меня прессовать. Что? Полицию я вызываю? Нет, не надо полицию. Я сама со всем разберусь. Да. О романе узнала что-то? О романе? Да, конечно. Значит так, роман прописан вот, в Запорожье у своей матери. Так, но фактически адрес проживания неизвестен. А по поводу работы любопытная история. Роман вместе со своим старшим братом Борисом владеет гостиночным и ресторанным комплексом, в котором есть сауны, бассейн. И вот здесь, внимание, в сетях, на открытых форумах написано, что эти сауны по ночам работают, как бордель. Что хочет из моей Женьки что-ли сделать? Аню. А то откуда я знаю, что у этого психа в голове? Вот с этим всем надо идти в полицию. Ну что, что, что ты, что мы ему предъявим? Женя взрослая, она имеет право общаться вообще с кем сама захочет. А кстати, на этого романа с Борисом в полицию уже было заведено уголовное дело. Его, правда, вскоре закрыли из-за недостаточного количества улик. Вот это отличная новость. Надо подсобрать информацию и прижать его. Там явно есть какая-то зацепка. Шантаж? Не обязательно. Я найду свидетелей, подниму это дело. Я устрою ему громкое разоблачение. Я посажу этого урода, Марина. Правильно, Аня. Так и нужно сделать. Скажи мне, ты Женьке рассказала о вашем сном прошлом? Да, но ей все равно, она влюблена. Так, сейчас надо срочно найти адрес этого романа. Так, давай пойдем выпьем чай, и ты успокоишься. Да? Да. А этого гада обязательно посадим. Ходи. Друзья, есть замечательный анекдот, я его просто обожаю. В общем, молодая женушка, ну типа из таких, это, Боричи, купи мне машину. Ну, мужики меня понимают, да? Звонит маме, и говорит, мама, алло, представляешь, мой не хочет жрать картошку. Подожди, дочь, подожди, как не хочет жрать картошку? Твой дед жрал, отец жрал, а муж твой не хочет. А как ты их готовишь? Тушишь, варишь, жаришь ее? Подожди, мама, подожди. А ее что, еще надо готовить? Засказывай. Друзья. Сори, работа, работа. Сколько? Когда? Хорошо, 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 я попробую. Веселитесь? Ну да. Это хорошо веселиться, да. Боря, что случилось? Нет, ничего не случилось, ничего нет. Вот, ничего не случилось. Кто звонил? Да, это... А кто звонил? Ну, да, младшенький, малой мой звонил. Опять, понимаешь, в институте накосячила. Вот. Точно? Ну, что, конечно, точно. Помощь нужна. Я тебя умоляю. Братишка, ну какая помощь? Что в первый раз сам справлюсь? Ну что, ребят, руки и ноги зябнут. Не пора ли нам дерябнуть? Здравствуйте. О, Жень. Друзья мои. Всем, кто не знает, это Женя, моя девушка. Прошу любить и жаловать. Идем. Добро пожаловать в нашу дружную и тесную семью. Чего это такая? Жень, ты какая-то напряженная. У меня мама в комнате закрыла под ключ, представляешь? Да ты что? Да. И как ты вышла? Через балкон. Ром, слушай, у меня есть к тебе вопрос. Она сказала, что ты был с ней в отношениях. Это правда? Еще она сказала, что ты встречаешься со мной, ей назло. Что ты меня не любишь. Прям так и сказала? Да, прям так и сказала. Погоди. Сань, выключи музыку, пожалуйста. Друзья, минуточку внимания. Хочу поделиться очень важным событием в моей жизни. Завтра мы с Женькой идем в ЗАГС подавать заявление. Да, 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 да. Как мило. Прошу прощения. Извините. Ромочка, можно тебя налить? Конечно. Не скачай. Санек, давай. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Да. Я единокровный брат вот этого вот романа. Женя, очень приятно. Мне тоже, очень приятно. А это кто? Это, это Тома, его бывшая. Не обращайте внимания. А ты прямо прирожденная актриса. А теперь давай рассказывай, зачем тебе этот цирк? Отца, ты маловедкая. Я все расскажу, только позже. А сейчас расслабься. Поставь. Сначала скажи, что ты меня любишь. Ну, само собой разумеется. Скажите, что будете пить? Спасибо, я не пью. Да замечательно, Женечка. Не пьющая женщина, это здоровая ячейка. Скажите, пожалуйста, она ему точно ничего не сделает? Она вообще нормальная? Ну, честно вам сказать, я нормальных женщин в своей жизни не встречал. Я женат, да. Знаете, почему у меня короткая стрижка? Потому что, когда меня жена видит, если я что-то сделал не так, сразу хватаюсь за волосы. Поэтому я всегда хожу с короткой стрижкой. Но все равно, я люблю женщин и обожаю. Давайте за женщин, за милых дам. Милые дамы, за вас. За вас, милые дамы. Милые дамы, за милые дамы, за милые дамы. Мерзость. Что за страсти? Пока я расскажу потом. Жень! Старый конь борозды не портит, ну и пашет неглубоко. Да погоди. Что, обидел? Обиделась! Обиделась, что я тебя убить хочу, чтобы ты сдох, урод. Да, что ты не рычаешь так? Давай тут цивилизованные люди. Я вас всех ненавижу! Ты сдохнешь, урод! Да, милые броняцы только держатся. Кстати, по этому поводу есть еще один замечательный анекдот про молодую женушку. Ну и с тобой анекдоты. Спустя какое-то время, она звонит маме, говорит, мы так с ним поссорились, так поссорились, мама, сильно поссорились. Доченька, это не страшно. Конфликт он укрепляет семью. Она говорит, мама, не перебивай меня, я это все знаю. У меня другой вопрос. Куда труп девать? Так, ну что, мне тоже пора. Засиделся я. Все, всех обнимаю. Всем пока. Борь, подожди, я проведу тебя. Да ладно, я что, сам дорогу не найду. Борь, точно ничего не случилось? Я тебе говорю, что все в порядке. Просто ты же знаешь мою, понимаешь, на пятнадцать минут опоздал, все, пятнадцать лет голова мой. Тут еще сын фартелями выбрасывает. В общем, ты извини, но надо бежать. Ладно, брат. Будь здоров. Давай. Отпразднуйте дальше, без меня. А то. Да. 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 Все как по нотам. А что дальше? Хорошо. Друзья, все, вечеринка окончена. Всем спасибо. В смысле спасибо? Вечер только начал. Все, Санюк, 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 без обид. Ленечка, давайте, девчонки, рады было видеть. Там, ты что, прикалываешь? Все, 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 все. Уходим, 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 уходим. Уходим, извините. Ну что, завистим в следующий раз. Так, по-хорошему, да? На выходных. Пока. Ромочка, так, может быть, продолжим то, что мы не закончили? Ну, продолжим, конечно. Только потом. Ты ничего не еще еще кое-что расскажи. Я расскажу. Завтра все. Завтра. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, пока. Валя! Что? Ну, завтра уберешь. Давай. Спасибо. Пять минут. Все, давай домой иди. Ну, хорошо. Все. Ну, как хочешь. Все, 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 все. Давай, давай, давай. Да я иду. А вот, где? Там, на столе. Ну, я же вам объяснила. То крыло, в котором находится банный комплекс, уже не работает. Мне кажется, вы не понимаете, какого уровня клиента я представляю. Думаете, мне нравится тут с вами прогуливаться? Он хочет знать нюансы, детали, на что он может рассчитывать. Какой уровень сервиса вы можете предложить? Ну, хорошо. Я могу вам показать. Пройдемте. Виктор, дайте, пожалуйста, ключи. Благодарю. Здесь у нас зона релакса с выходом в бассейн. Здесь у нас сауна финская, инфракрасная. Здесь у нас массажный кабинет. Еще есть тренажерный зал. Показывать? Нет-нет, спасибо. Не надо. Вы точно ночью не работаете, да? Нет, не работаем. Может быть, какой-то вип-заказ? Нет? Нет. Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Да. Что? Сейчас приеду. Да, Марина. Анютка, я нашла адрес Романа. Я уже знаю его адрес. Еду туда. Что-то случилось? Что у тебя с голосом? Не знаю ничего. Извини. Потом позвоню. Сегодня ночью в доме за моей спиной было совершено зверское убийство бизнесмена Романа Тищенко. Ему нанесли несколько ножевых ранений. По подозрению в убийстве арестована близкая подруга бизнесмена Евгения Сотникова. Ты снимаешь? Снимай. Сейчас мы видим момент ареста подозреваемой. Женя! И судя по тому, сколько крови на ее руках и одежде снова подозветили. Я его не убивала. Мама, это не я. Уйдите, пожалуйста. Не мешайте. Пожалуйста. Коля, Коль! Субтитры подогнал «Симон»!